Начиная от 11 бюджетов прожиточного. Таким образом, я обращаю внимание на этот слайд, что по мере перехода от одного бюджета в более низкий уровень достатка бюджета прожиточного минимума к бюджетам более высокого достатка, создаются условия для удовлетворения более развитых потребностей и более сложных и разнообразных способов удовлетворения этих потребностей. Потребности, которые характеризуются переходом от минимальных и простых способов удовлетворения к социально приемлемым, затем к наиболее распространенным, затем к высокоразвитым потребностям и, соответственно, к все более разнообразным способом удовлетворения. По мере перехода от бюджета прожиточного минимума к бюджету высокого достатка создаются условия для использования на потребление не только результатов натурального производства или текущих денежных доходов, но и таких возможностей финансовой системы, как сбережения, кредитования, не только непосредственных способов осуществления обмена, даже ненатуральных занятостей, поскольку доходы позволяют эту занятость гибкую добровольную осуществлять, и очень национального и разнообразного использования свободного времени. Теперь вот сразу в практику я немножко опущусь, чтобы всю эту теорию приземлить. Вот сколько денег надо зарабатывать, чтобы жить в разных слоях, где принято красиво. Потому что я когда-то вчера был у вас, у меня сразу звонка вопросов. Смотрите, кто получает, и на самом деле все мы живем каждый день, тратим деньги, зарабатываем деньги. Вот вы сейчас сами на Азербайджан это примирите. Вот я дал такую табличку здесь. Решим проблемы, которые мы поставили в своей перспективной программе демократического развития до 2025 года, чтобы сформировать двух-трехдетную семью. Смотрите, если там вверху поведены цифры. У нас в России в 2010 году бюджет прожиточного минимума средний был 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Если два человека работают, да? Каждый получает заработную плату, соответствующую, допустим, этому бюджету. Значит, они приносят... Нет, каждый, если получает зарплату 12 тысяч рублей, два бюджета. Значит, они приносят в семью 24 тысячи рублей, делят на четырех, и тогда у них получается средний душевой доход 6 тысяч рублей. То есть это граница прожиточного минимума. Все, кто получает среднюю заработную плату в месяц, имея двухдетную семью при двух работающих, меньше 12 тысяч рублей в месяц, живут на доходы ниже бюджета прожиточного минимума. Это семьи, в простом понимании, бедные и подоходные. Бедные и подоходные. Теперь дальше. Следующий слой. Сколько надо зарабатывать, чтобы выйти из этого слоя, но по-прежнему находиться в низкообеспеченном слое, который, тем не менее, имеет возможность удовлетворить социально приемлемые потребности. И имеет, значит, возможности более высокого, но очень скромного материального достатка. Если каждый зарабатывает 36 тысяч рублей из заработающих, значит, они приносят в семью 72 тысячи рублей, делят на 4 и получают 3 бюджета прожиточных минимума. То есть они получают 36 на 4, получают сколько? 18 тысяч рублей, да? Это будет 3 бюджета прожиточных минимума. То есть бюджет прожиточного минимума 6 тысяч рублей. Это верхняя граница низкообеспеченности. А нижняя граница начинается в 12 тысяч рублей. Значит, от 12 до 36 тысяч рублей заработная плата работающего человека позволяет этой семье из двух детей попасть в низкообеспеченный слой. Не бедный, но низкообеспеченный. Чтобы находиться в размерах среднего слоя, мы выделяем еще слой, обеспеченный ниже среднего уровня. Значит, там я бы обращу внимание на средний слой. Вот чтобы позволить себе, а мы интеллигенция, мы интеллигенция должны работать так много, или так нам платить должны, за нашу работу, для того, чтобы мы могли жить на уровне не ниже среднего слоя. Потому что один из критерий среднего слоя – это высокий уровень образованности, высокое качество труда. Значит, тогда работающий должен зарабатывать от 84 до 132 тысяч рублей. Но это вы потом сядете и подумаете над этими расчетами. В реальности в России средняя заработная плата составила в прошлом году 22 тысячи рублей. Таким образом. Средняя заработная плата у нас в стране. Таким образом. Для того, чтобы... А в науке она примерно была где-то близкой к средней науке. В образовании она была значительно ниже средней. Таким образом. Надо было поднять среднюю заработную плату примерно в 6... от 4 до 6 раз для того, чтобы создать среднюю зарплату. По идее, она должна где-то подводить на уровень среднего... Показывать, что в стране созданы условия для средней обеспеченности населения. По этим стандартам. Но в нашей стране эти условия для средней обеспеченности населения по доходам не созданы. У себя вы сами прибросите. Раз они... Да сколько они соответствуют. Вторая группа стандартов. Это стандарты жилищной обеспеченности. Стандарты жилищной обеспеченности. Мы разработали экспертные стандарты жилищной обеспеченности. Которые имеют две стороны. Первая – это площадь жилища. А вторая – это качество жилищных услуг, которые обеспечивают данное жилище. Имеется в виду прежде всего коммунальные услуги, возоснабжение, канализация, центральное отопление и так далее. Это вот первый стандарт. Если домохозяйство жилье на площади менее 7 квадратных метров, не имеет одной из этих трех услуг – централизованного водоснабжения, канализация, а также централизованного отопления, мы его относим к бедным пожилищам. К нуждающимся, к наиболее нуждающимся пожилищам. Это не государственный стандарт. Если бюджет прожиточного минимума – это у нас государственный стандарт, и мы имеем возможность опереться для того, чтобы потом строить систему стандартов по доходам более высокого достатка. То в реальности сегодня в нашей практике российской у нас нет в жилищном кодексе стандарта минимума жилищной обеспеченности. У нас есть два стандарта в жилищном кодексе, которые количественно не определены. Это нуждаемость в жилье социального найма, но жилье социального найма – право определить, имейте ли вы право на жилище социального найма, то есть на бесплатно предоставляемое жилище, жилищной обеспеченности. И с точки зрения качества жилища добавляем к первому стандарту наличие горячего водоснабжения. То есть мы по мере перехода от более низких, более высоких стандартов жилищной обеспеченности расширяем возможности не только площади, но и качества жилища. Добавили туда некоторые, то есть другие требования к качеству жилища, чтобы каждый член семьи имел возможность жить отдельно в своей комнате, чтобы у нас была возможность уединиться и вести какие-то сковородные базы. И определенная ее недоступность. Что мы получили? Если взять жесткий вариант, числители – это данные 2008 года, знаменитые данные 2000 года. На самом деле у нас оказалось, в 2008 году примерно полтора процента населения в стране имеют и доходы ниже бюджета прожиточного времени, и жилищные условия ниже вот этих минимальных тормобеспеченностей. Реально вообще построить социальную политику для того, чтобы вывести это население из этой группы? Я думаю, что очень реально. Это же не 13%, когда мы говорим, что у нас в России бедные по доходам. А социальная цифра публикации бедности, которая идет на всей статистике, это бедность по доходам. Там доля населения с доходами нижнего прожиточного времени. У нас по 2008 году 13%. Но, наверное, приподнять доходы 13% населения и перевести их в другой социальный слой гораздо сложнее, чем поставить перед собой задачу помочь реально социальной политикой государственной. Вот этому самому низкому слой. Но он у нас не выявляется официально в статистическом плане. Не выявляется. Такой задачи не стоит. Статистика так не работает. Но когда мы обращаем внимание, говорим, вот вам политики, инструментарий, вот посмотрите, вот 2% населения. А дальше мы знаем, кто эти 2% населения. Примерно. Дайте дальше проведите дополнительный ответ. А там еще смотреть, черноспособных и нетрудоспособных. Там ограждены. Дома хозяйстве и нетрудоспособных еще меньше. Еще больше сужается более проведение целевой адрес на социальную поддержку этого слой населения. Таким образом, задачка становится более реальной, более осмысленной, чем она становится абстрактно, только по критерию доходов там 13% населения. Потому что в эти 13% населения у нас в России попадают работающие. У нас учителя и преподаватели вузов, и когда мы говорим, что этим семьям надо помогать социальными пособиями, но это же глупость. Это глупость. Надо изменять политику заработной платы. Это другие совершенно методы должны воздействовать в политике доходов применяться. Поэтому я считаю, что этот инструментарий дает совершенно некий фокус группы, будем так говорить, который позволяет выбирать способы решения вопросов и выявлять те целевые группы, которые могут быть целенаправленно разными способами переведены в более приятное положение. Больше комментировать не буду. Дальше следующий слой, вы потом сами разберете, у нас получается низко обеспеченные примерно 30% населения. 30% населения имеют доходы ниже 3 бюджетов прожиточного минимума и площадь жилищной обеспеченности ниже 18 квадратных метров с соответствующим качеством коммунальных условий.